Привет! С вами снова Дмитрий Любимов. Я продолжаю отвечать на вопросы, которые вы задаете. И вот вопрос следующий. Как найти свое предназначение и начать его реализовывать? Ну, понятное дело, можно там пойти на квест и так далее, но вы сейчас где-то там, да, что можно сделать? Смотрите, на самом деле все просто. Ну, во-первых, напишите какие-то вещи, да, которые уже вот тут где-то в районе сердца, в районе груди, где-то отзываются, которые вам хотелось бы сделать. Ну, не знаю, вот, может быть, вы мечтаете стать рок-музыкантом или актером, или там кем-то, и вот думаете, а может быть, это мое предназначение? Простой квест, попробуйте! Но! Но! Какая есть, бывает, ошибка. Люди, соответственно, решают, что вот, это мое предназначение. Бросают все и начинают это делать. Но это эффективно не для всех. У меня вот, например, так получилось. Но это не для каждого. Вот. Мы все разные, мы все индивидуальные личности. Поэтому есть более простой способ. Для того, чтобы действительно найти свое предназначение, чтобы это не на словах осенилило, инсайт или осознанка, там сейчас любят так говорить, а чтобы реально почувствовать это, важно не сразу просто уволиться с работы, купить на все деньги гитару, микрофон и пойти выступать в надежде того, что это ваше предназначение. А просто для начала пробовать делать какие-то маленькие шаги. Например, вы мечтаете быть музыкантом. Хорошо. Организуйте в субботу. Придите в антикафе. Скажите, вот сейчас есть антикафе со сценами прямо. Скажите, я хочу здесь провести концерт. Они говорят, отлично. Вы бесплатно приходите в этот антикафе. Вы заобщаете всем вашим друзьям, подругам, знакомым, плюс люди, которые посещают антикафе. У вас микрофон, гитара, берете, все. Просите у друзей и проводите свой первый концерт. Здорово. И вы почувствуете, ваше это или не ваше. Потому что только так можно понять предназначение. Только попробовав. Или, например, вы давно мечтаете, вот я хочу стать актером. Что же, мне придется уволиться с работы и там поступать в театральный вуз. А вдруг я не поступлю, меня потом не возьмут на работу и так далее. Возьмите ваших коллег. Организуйте спектакль в субботу импровизационный. Попробуйте, прочувствуйте, каково это. То есть дайте миру, Богу или себе, если вы атеист, дайте подтверждение того, что вы действительно хотите. И скажу даже больше. Когда вы проведете свой первый концерт или сделаете свой первый спектакль, маленький, на три-два человека, неважно. Но вот это удовольствие вы получите равносильно тому, если бы вы выступили на Олимпийском или провели этот спектакль в Большом театре. Поверьте. Потому что эта мечта, она в вас давно сидит. Ее очень важно выпустить. Либо отказавшись от нее навсегда, либо реализовав. Я выбираю реализовывать. Поэтому просто пробуйте себя по чуть-чуть. Без резких движений. Они не каждому свойственны. Не каждому. Не каждый может бросить все и пойти в это, а еще может потом и проиграть. Не каждый. Поэтому вот... Вы, значит, давно писаете, написать книжку. Начните писать маленькие очерки. Про то, как писать, есть отдельное видео, да? Начните писать маленькие очерки какие-то. Заметки про сегодняшний день, что... Вот сегодня после работы я пришел там на пруд. Вон был замечательный закат. Утки скользили по блистательной глади воды сквозь уже засыхающие от августа травинки там. Торчащие из воды почему-то. Ну, неважно. Все что угодно. И так вы шаг за шагом поймете, от чего вот у вас больше драйва. На что классный отзыв идет. Что у вас хорошо и быстро получается. Что вас прям движет. И так вы реально поймете на практике ваше предназначение. Не на словах, не по звездам. Или раскладу таро. А на реальной практике. И это также вас как бы подкрепит внутри. Потому что если вы просто по раскладу пройдете, я вот, это моя судьба, то достаточно одного какого-нибудь говнокритика, извиняюсь, который скажет вам, да вы, извините, вот то-то самое, да? И все сразу сдувается. Уверенность вся куда-то уходит. Ну, опять же, все, конечно, разные. Но зачастую, если мы что-то только начинаем, это что-то рождается. Это настолько хрупкое. Очень легко это уничтожить сразу. И закрыться навсегда. А так у вас конкретно практика. Слушай, извини, мужик, я тебе твою критику понял, но я уже провел пять концертов. Или я уже написал, вот, почитаю. У меня и люди, которым это нравится. Ну, как минимум, да? У вас будет какое-то некое подтверждение. Многим из нас нужно подтверждение извне. Это не плохо, не хорошо. Это нормально. Вот. А так у вас уже будет конкретно с чем, как это говорится, в 90-е говорили, с аргументом. Вы будете с аргументом. Вот. Пожалуйста, простая инструкция, как начать прощупывать свое предназначение. Счастливо. С вами был Дмитрий Любимов. Квестуйте.